Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Дина, я цветовод-любитель. Записала очередную нарезочку такого небольшого видео. Если вам интересно такое видео, то оставайтесь и смотрите. Если нет, то извините. Напоминаю, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм. Все ссылочки под видео. Приглашаю к просмотру. У меня какое-то видео в этот раз будет опять такая влогового типа нарезка. Хочу показать вам. Купила горшки Грейс, это называется, для фитильного полива. Я их заказывала на Валберес, а тут женщина продавала три новеньких абсолютно. А один, он тоже был новенький, он видимо... Короче, здесь вот, сейчас покажу. Внутри был скол такой, не скол, а трещинка. Вот она, небольшая трещинка. Вы даже ее не заметите. Вот здесь вот она. На функциональность горшка она не повлияет, потому что они на Валберес, по-моему, стоят 600 или 700 рублей. Я их купила по 200, а этот, по-моему, за 100-150. До этого я тоже покупала. Вот они, горшочки. 20-точка я посадила. Вот вчера даже перекинула пубик Аликс. Фресно Бьюти. Конечно, он какой-то у меня не совсем Фресно Бьюти. Фресно Бьюти, он такой прям весь сплэшистый. Такой, ну, какой есть уже. Уже что есть, то есть. Вот, высадила его на фитильный полив. Сейчас вот эту лишнюю водичку солью и оставлю там прям чуть-чуть. Тушу совсем много воды. Так, сейчас пошла вылила излишки водички. Пускай постоит так, а то будет переизбыток. Хочу показать, что это не первая хойка на фитильном поливе. Вот, относительно недавно я перенесла, перевела паразитику, ну, может быть, недельку. Блэк Эйджи, паразитика или Блэк Эморгин. Вот, у нее немножко другой горшочек, здесь поменьше объем. Там литр, там 800 грамм внутреннее. 800, да, объем внутренний 800 грамм, а здесь 300. Поэтому водичку она выпивает. Тут, видите, грязный этот, потому что как поставила, как потекла. Больше я ей ничего не добавляла. До следующего полива я ей ничего добавлять не буду. Единственное, что когда буду поливать, я буду через низ, внизу добавлять водички. Здесь хорошо, что есть вот такой индикатор. Вот так. Красота. У нас сегодня на улице так тепло, что я даже на балконе открыла окошко. Было 26 градусов. Вот сейчас 23, да, 24. А было 26. А я, представляете, такая тетюха. Вытаскивала под бекалик. Некоторые хуйки я уже вытащила на, естественно, на свет, на подоконник. Из-под подсветки. Здесь у нее был цветонос. И я тетюха его сломала. В общем, расстроилась. Да невозможность. Такие красивые листики. Хавай, пурпул. Как-то там роял Хавай, пурпул. Ну, смотрите, какая красота. Вот, поставила уже на естественное освещение. Надо будет здесь скоро прибираться. На стеллаже это недавно прибиралось, а на подоконниках еще нет. Что еще новенького? Так, походу, мне кто-то грохнул здесь. Кто-то грохнул мою орхидею. Как еще не сломали. Смотрю, то, что вырылось. У меня здесь хоечка. Мини-быль. Ну, лампочки я пока еще не выключаю. То есть, они еще горят. Вот, смотрите, прям такая ягодка. Надеюсь, вам видно. А эти что-то вообще. Что-то вообще. Так, хочу, чтобы она у меня расцвела. Она, видимо, не хочет. Линиаре сколько. В остальные горшочки хочу на фитильном поливе, который высадить хамелацуум и высадить диосму. Она у меня вообще очень плохо выглядит. А хамелацуум, как бы, он такой любит попить. Здесь уже пора. Я его аж в 22-м году, смотрите, целый год не пересаживала. В октябре надо было бы пересадить. Ну, посмотрим. Может быть, если бы пересадила, может, и зацвел бы. Красавчик. Идиосма вообще не очень хорошо выглядит. Мир мой, мир мой погиб, к сожалению. Так что из экзотов осталось не так уж и много. Хамелацуум, диосма, эвкалипты из семян, гранатик. Гранатик. Вот даже завязал плодик. Хоть бы не скинул. Кофейные деревья, ну, это обычное дело зимой в таком видении. Зато как наросло, нарос фикус вот этот вот помиловать сами. Тоже сыпется. Здесь сыпется. Вот, смотрю, бугенвилья тут у меня начинает красоту наращивать. Так, моя помощница пришла мне помогать. Вот, сегодня мы собираемся пересадить. Вот, нашла листочек где-то вот. Играйте. Собираемся пересадить вот эту красоту. У меня, походу, кто-то ее уронил, и она выскочила вот отсюда. Все. Так, приготовила два горшочка. Они примерно одинаковые. Вот этот, по-моему, чуть побольше. Хотя, с учетом того, что здесь внутренняя вот эта ставка, наверное, одинаковая. В общем, чисто эстетичнее где будет смотреться. Хочу еще также пересадить вот эти хамела отцом, диосму. Диосма у меня вообще очень плохо выглядит. Прям как-то, я не знаю, наверное, не мое растение. Ну, растет. Вот новенькие росточки есть. Они у меня давно не пересажены, с октября 22-го года. Поэтому, вот. Поэтому я их таких красоток буду сажать вот в эти горшочки на фитильный полив. Грунт у меня уже замешан. Грунт у меня такой же, как для хоечек. Вот. Для хоечек, для ароидных пойдет там. Нормально. Вот эти, не знаю, снять здесь метри получается растения, да? Три или даже четыре. Нет, три. Сделать их отдельно, рассадить. Или все-таки оставить их вместе. Ну, вот этот маленький, наверное, придется отсаживать, потому что его тут все давят. А этот, я не знаю, он прям вот болтается. В общем, зато красивый. По грунту. Верховой торт, перлит, циолит немножечко, сфагнум и кора. По-моему, у меня здесь еще есть зола. Ну, могу ошибиться, может быть и нет. Посмотрим. Откроем ящик Пандоры. Они прям все развалились. Сейчас этого маленького я вот еще. Это тоже пенечек. Эти два вместе высажу. Так, закончила я свою пересадку. Все-таки выбрала я для этого такой терракотовый горшок. Ну, потому что я померила и тот, и другой. И этот, он как-то все-таки поприкольнее смотрится для такого темно-зеленого. Кстати, очень красиво смотрится. Сейчас я под него повыше, вот так. Сурокусирую. Отделила одну деточку. Вот. Так что, кому интересно, пишите, будет излишечек. Сейчас, чуть попозже укорениться, получше. Я и выставлю. Значит, всем добавляю вот такие вот биофунглициды. Я не знаю, помогают они или нет, но мне так спокойнее. Вот. Дальше, дальше. Высадила хамилатсум и диосму. Диосму я даже вот, сейчас, секундочку, подстригла здесь сухостой и залила, чтобы фитиль работал. Кстати, у кого есть вот такие экзотические растения, я хочу напомнить, что при пересадке обязательно нельзя закапывать вот это вот место, как оно правильно называется. Так, как оно правильно называется. Ну, в общем, вы поняли, да, вот откуда они, корешочки растут. Вот это место закапывать нельзя, потому что оно сразу загниет. Чтобы фитиль заработал, я наливаю его полно, то есть я сверху не полила, я поливаю его снизу, то есть полностью залила максимально водички, и вот, чтобы он начал пить. Потом я водичку эту солью, оставлю там мизер. Так, что еще хочу сказать? Ой, как плохо видно. Хочу показать вам свою хойку Лизу. Вот у нее, кстати, фитиль перестал работать, за ним надо тоже глаз да глаз этим фитилем. Ну, поставила вот в такой кувшин, а то она стояла в горшке, была не очень красивая. Вот, ну, Лизке нравится все-таки на фитиле. Что еще хочу сказать? Сейчас, видимо, уже, наверное, теплеет, или ближе дело к весне. Стали так сильно пересыхать хойки. Если я здесь на первом этаже я поливала их раз в пять дней, то вчера мне уже пришлось вот некоторым прям по капельке подливать. Вот Гунунгадинг я подливала, он прям это сморщился. Вот буквально, не знаю, там две чайных ложки. Вот это у меня на фитильке, на фитиле тоже я ей прям подливала туда водичку, видимо, или не знаю, вроде у нас температура стабильная, но им, видимо, жарко. И на втором этаже тоже я их там раз в семь дней поливаю растения, но они у меня все равно пьют раньше тоже. То есть, как бы, когда я между делом, смотрите, у меня еще один маленький цветоносик. Новенький. И вот здесь вот новенький ростик у хишкеляны варигадный. Стой. Варигадный вот здесь вот. Вот. Так что дело такое. Следить за всеми надо расти немного. Не все успеваю. Так что некоторые пересыхают. Вот, допустим, крестовник вот этот. У меня на втором этаже еще есть один. А этот я прям просто обновила, срезала вот так вот все, что осталось живое, потому что я его засушила и его по-новому выращиваю. Ну, это, как сказать, дублик, что ли. В общем, вот такое у меня сумбурное видео в очередной раз. Я, наверное, с вами попрощаюсь. До новых встреч. Не забывайте про телеграмму и группу ВКонтакте. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok